К новостям из зоны антитеррористической операции. За прошедшие сутки вражеские войска 8 раз обстреливали позиции украинских защитников вдоль всей линии разграничения. Наибольшая активность боевиков зафиксирована в районе села Крымское Новойдарского района. Огонь открывали 5 раз. Прифронтовой поселок Новотошковское Попаснянского района также снова оказался под огнем боевиков. Позиции украинских защитников обстреливают и ночью, и днем. Армейцы связывают усиление провокаций с ротацией в рядах противника. С подробностями из Новотошковского наши корреспонденты. Поселок Новотошковское, кажется, живет мирной жизнью. На улицах работает техника коммунальщиков, дети идут из школы, а местные жители получают уголь от благотворительных организаций. Под бетоны, ну, 15 тачек вот таких вот должно получиться на каждого. Нормально, по-моему, хватит всем. Но уже несколько дней, как здесь снова слышны выстрелы. К счастью, сам населенный пункт не пострадал. Малого забирала садика, как раз стреляли днем, по трех избинке. Бежала, как ошпаренная, до подвала. Я женщина, я не могу определить, куда она что летит и откуда летит. Главное, что на поселок не летит. Целятся боевики по позициям вооруженных сил, находящиеся рядом с поселком. Стреляют в основном вблизи позиций наших. Стреляют с АГС, со стрелкового оружия. Армейцы говорят, что противник проверяет на прочность их выдержку не только ночью. Откуда ведутся обстрелы, известно. Но отвечать им не позволяют Минские соглашения. Раньше, где больше обстрелы проводились в темную пару дней, а сейчас уже начали обстреливать и по дню, вечером. Стрельба ведется из станции Сифон, а там поселок Голубевска идет. А наводка идет из Терикона. Они нас очень хорошо видят. Несмотря на обстрелы, бойцы в хорошем настроении и передают своим родным приветы. Привет своим родственникам, своим сыновьям. Сказать, что у меня все нормально. Скоро буду дома. Слава Украине. Это одна из основных позиций украинских бойцов в Новотошковском. Дальше серая зона и село Желобок. Согласно минским договоренностям, этот населенный пункт должна контролировать Украина. Но больше года он оккупирован боевиками. В Желобок зашли буряты, так и были. Всех людей, местных выгнали. Стреляли прямо на очах родителей, тех, которые не могли передвигаться. Люди вымушены были покинуть селище. На сегодня оно оккуповано. Возвращение поселка Желобок, считает глава администрации, имеет стратегическое значение. Ведь тогда по Бахмутской трассе и соседнего села Крымска откроется так называемая «Дорога жизни». И около тысячи его жителей, наконец, будут иметь автомобильное сообщение круглый год. Пока же туда ведет грунтовая дорога, которую размывают дождями. Свои требования о необходимости выполнения минских соглашений и возвращения Желобка новотошковцы передали губернатору Луганщины Юлия Щербак, Пудье. Зима.